Исследование. У Китая есть возможности и мотивы, чтобы уничтожить биткоин. Такую статью я обнаружил несколько дней назад, но только сегодня дошли руки ее прочесть. После просмотра не забудьте оставить свое мнение насчет этого в комментариях. Как вы знаете, Китай играет ключевую роль в криптовалютной сфере на протяжении уже нескольких лет. Собственно, вот такой еще документ был мною обнаружен. Это исследование принадлежит перу академиков Пронстонского университета. Называется этот документ таким образом «Нависшая угроза Китая. Анализ китайского влияния на биткоин». Как обычно, ссылочку на этот документ я оставлю в описании под видео. В тексте утверждается, что правительство Поднебесной уже сегодня обладает возможностью существенно повлиять на биткоин и даже уничтожить его. Биткоин создавался как что-то новое, невосприимчивое к централизованному управлению, а его инфраструктура, по сути, это набор стимулов для участников поддерживать эту экосистему. Биткоину уже 10 лет и за это время серьезных успешных хакерских атак на него не было, что дает основания полагать, что его защита пока что отлично себя отрабатывает. Однако исследователи того же университета считают, что поводы беспокоиться уже есть. Изначально майнить можно было на обычных компьютерах. Сейчас требования к вычислительной мощности выросли, что привело к объединению майнеров в майнинговые пулы. Китай не стал исключением. В документе написано, что с состоянием на июнь 2018 года всего 6 майнинговых пулов обеспечивали 80% вычислительной мощности сети. И 5 из них управляются лицами или организациями, расположенными в Китае. Это как-то не очень попадает под определение децентрализации, не находите? Если кто-то контролирует более половины блокчейна, он не может называться децентрализованным. Вспоминается новость, что Bitmain контролирует как минимум 42% мощности всего блокчейна биткоин. Это новость от июня 2018 года, и с тех пор все могло только ухудшиться. Кстати, сам Дзихань У, или как его там читает правильно, владелец Bitmain, в ответ разразился гневной тирадой о политических играх оппонентов. И отметил, что пока это продолжается, будущее биткоина выглядит не очень хорошо. Возвращаясь к исследованию. Если бы майнинг биткоина был сконцентрирован в стране с открытой экономикой и предсказуемой политикой регулирования, было бы меньше поводов для беспокойства. Однако Китай, по сравнению с западными странами, играет большую роль в управлении своей экономикой. Власти Китая управляют доступом своих граждан к интернету и информации, а также обладают мощными инструментами для подчинения этих же граждан. Если вы знаете, что такое золотой щит, вы должны понимать, насколько это серьезно. Ведь тот же великий китайский фаервол может позволить властям цензурировать распространение блоков, добываемых местными майнерами. Это первое. Второе. Майнинговые пулы не могут контролироваться властями Китая прямо. Но лица или организации, управляющие этими пулами в Китае, уже подчиняются китайским властям. Поэтому, в принципе, китайские власти имеют контроль. Но мы приходим к тому, что власти Поднебесной потенциально могут влиять на биткоин четырьмя способами. Первый. Вмешательство в среду майнеров. Это может приводить к атаке 51%, двойной трате средств и бесконечного печатания биткоинов. Второе. Подрыв консенсуса и дестабилизация биткоина. Третье. Деанонимизация. Четвертое. Цензура. Мотивация для таких атак может быть идеологической или коммерческой. Технически власти Китая вообще ничем не ограничены, так как свободны в своих действиях внутри собственной страны. Хотите пример одной такой атаки? Отправляется транзакция в два пула. При этом резко замедляется скорость второго пула, чтобы первый пул имел возможность аннулировать вторую транзакцию. Таким образом, дважды тратим одну и ту же сумму. А зачем Китаю вообще как-то влиять на биткоин? На самом деле причин предостаточно. Хотя бы то, что способы использования криптовалюты противоречат целям китайского правительства. Сейчас меня могут обвинить в создании паники или других деструктивных настроений, но друзья, я не Китай. Я не контролирую 80% майнинга. И не я проводил это исследование. Поэтому винить меня в создании так называемого фада вообще бесполезно и бессмысленно. За столько лет я понял одну вещь, что если вы вложили во что-то деньги, вы должны об этом что-то знать чуть ли не все. В том числе и негативное. В мире прямо сейчас происходят наводнения, гуляют ураганы и бушуют пожары. Возле берегов Португалии прямо сейчас развивается два урагана. Если бы у вас на тех островах было имущество, неужели вы бы не хотели узнать о приближении этих ураганов только потому, что не хотите слышать негативные новости? Надеюсь, вы меня поняли. Лично я не считаю, что Китай уничтожит биткоин. Почему же, спросишь ты? Я отвечу, чтобы уничтожить биткоин, нужно отключить электричество. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова